Супер, супер. Связь отличная, здорово. Ну что, какой у вас настрой, дорогие? Знаете, как иногда бывает, вот часто слушаю, например, какую-нибудь лекцию долгую, и, например, из этой долгой лекции ты принимаешь там какую-то часть. И вот я думал, какие фишки вам рассказать. И мне бы хотелось рассказать именно конкретно, прям, знаете, прям как яблочко, именно только то, что у меня это работает. И я не хотел бы вам рассказать такие приемчики, такие фишки, которые я сам не использую. Именно только то, что я сам использую, именно только то, что мне помогает достичь успеха. Ну, не только в Атоме, чуть позже я поделюсь. Мне самое главное – ваше внимание, ваш настрой. Я от души хочу поделиться, и от души хочу, чтобы вы переняли эти фишки. Тут ничего нового не будет, просто для кого-то будут напоминания, для кого-то будет как подтверждение, а на самом деле, вот оно, тут никакого секрета нет. Тут, в общем, все очень просто. Так, мы будем кого-то ждать? Дадим время или начнем? Где наши боссы? Где наш Мика? А, вот вижу Мику, Владимир. Ну что, дорогие, начнем с вашего позволения. Все тут ради вас. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Давайте мы поздороваемся со всеми. Всем добрый вечер. Ну, Володю вижу. Вообще, знаете, как я что заметил? Когда я вижу Атомианса, у меня прям сердце радуется. У вас есть такой? Не важно, в городе, в Инстаграме, в Зуме. У меня вот сердце радуется. Сейчас живую, не вживую, вот Владимир в камеру включил, у меня сразу сердце такое раз, обрадовалось. Я не знаю, на фишки от лидеров камеру позволительно включать или желательно не включать. Всем добрый вечер. Друзья, я хочу представить нашего спикера сегодня с небольшим опозданием, но все же, никогда не поздно сделать что-то правильное. Александр, добрый вечер. Очень рада тоже всегда видеть Атомианцев. И, друзья, сегодня что будет? Сегодня будет выступление от Александра Ким, от предпринимателя, топ-лидера компании в Казахстане, в СНГ. И тема сегодняшнего эфира – это Атоми – бизнес больших чисел. Поэтому все, кто слушает в прямом эфире, вы большие счастливчики, все, кто посмотрит записи, тоже вас поздравляю. Информация полезная, информация приятная, и Александра всегда приятно и интересно слушать. Поэтому внимательно слушайте, слушайтесь, думайте и конспектируйте. Все, Саша, я передаю тебе слово. Спасибо, Владимир. Ну, давайте мы начнем. Да, меня зовут Александр, мне прям очень нравится это имя. Член Международного лидерского клуба, мастер Шаронской розы. Я даже уже не выговариваю это звание, потому что она мне, честно говоря, поднадоела. И вот для полного удовольствия мне осталось стать стармастером. Сегодня мы поговорим с вами о бизнесе в Атоме. Именно в рамках бизнеса. Не хобби, не кружок по интересам, а о глобальной платформе, о крупном системном бизнесе. То есть крупный системный бизнес – это когда в вашей организации работают 500 человек и более. Ну, такая небольшая предыстория, как я вообще пришел, почему я пришел и какое у меня намерение. На встречу меня пригласили партнеры из Кореи и рассказали мне про Атоми. Знаете, как очень непрофессионально. А вот именно неуверенность, невладение базовой информацией, такие как маркетинг-план, в чем преимущество компании и так далее. Собственно, от этого и у них и была неуверенность. Одно четко они сказали мне, что откроют офис и снабдят продукцией. Но я понимал и не собирался быть просто рабочей лошадкой. И мягко отказался. Сказал, что подумаю. Так как сразу понял, что это командная работа, а таких спонсоров, кураторов я бы не хотел. Чуть позже моя мама меня зарегистрировала вообще в другую команду. И я вот начал постепенно изучать, искал информацию вообще, откуда растут ноги, кто стоит у истоков. И нарвался на талю. Изучив всю информацию, я принимаю решение всерьез заняться бизнесом в Атоме. И в первую очередь я подал заявку на аннулирование первого аккаунта. Затем зарегистрировался заново к Тали. Тогда на предстарте, а Казахстан был на предстарте, это можно было сделать. И такой вопрос вам. Почему тогда новичок в Атоме себя так повел? Почему он не оставил старый аккаунт? Почему он не пошел к партнерам из Южной Кореи? Опять простой. Потому что у него было твердое намерение, что тот ID, под которым он начинает работать, точно будет успешным. Я сейчас не говорю про успех в Атоме, так как еще рано об этом говорить. Еще предстоит много интересной и плодотворной работы. И когда я начинал бизнес, я определил для себя сроки. Это три года. То есть это вообще время практически становления любого бизнеса. Я очень часто это говорю. Это то время, когда бизнес проходит некую турбулентность и выходит в точку безубыточности. И только потом бизнес выходит в прибыль. Это, я говорю, идеальный вариант. То есть три года. Поэтому в марте 2022 года будет ровно три года, и я смогу подытожить результаты проделанной своей работы. Так почему я начал бизнес в Атоме? Я увидел инструмент масштабируемости, глобализации бизнеса. И при этом с меня сняты все административные и технические вопросы. Я как предприниматель понимаю, сколько сил, средств, усилий это требует. И я вам хочу показать и сравнить обороты и доходность с нашим магазином по запасным частям и продуктовым южнокорейским магазином. Чтобы получать чистый доход за вычетом аренды, заработной платы, себестоимости продукции, и получать чистым в размере около 10 тысяч долларов, приблизительный товарооборот должен быть около 1 миллиона долларов. То есть, чтобы зарабатывать на уровне мастера Широнской розы, в традиционном бизнесе нужно иметь оборот около 1 миллиона долларов. А если еще это сопоставить, затраченное время, здоровье, то умножьте еще в три раза, и того будет 3 миллиона долларов, чтобы выйти чистым на доход мастера Широнской розы. А вот если выйти на доход империал-мастера, давайте возьмем приблизительно 100 тысяч долларов, хотя там гораздо больше, то проводя параллель с традиционным бизнесом, тут уже нужен оборот около 10 миллионов долларов. То есть бизнес в Атоме на самом деле это бизнес на больших чисел. Вот чтобы самому создать такой бизнес, как Атоме, для этого нужны колоссальные средства. А самое главное – команда головастиков, профессионалов. И вот чтобы наладить систему логистики, взаиморасчетов, вознаграждения дистрибьюторам и многое другое, там бухгалтерия и так далее, не только локально в своей стране, но и масштабировать мир, вы просто не представляете, какую титаническую работу проделывает компания. Если я сам договоренность с самим собой, если я не смогу добиться здесь результатов, где все вопросы за меня решили, то в других проектах мне будет еще сложнее. И я сейчас говорю про маржинальность в 100 тысяч долларов в месяц. Я не зарабатывал таких денег в традиционном бизнесе в месяц. И, скорее всего, если смотреть реально, то, скорее всего, я не смогу уже заработать. Но если только виртуально, то в Атоме у меня есть непоколебимая уверенность, что доход 100 тысяч долларов в месяц. И очень важно тут в долгую. Это очень как реально. Дело в том, что, знаете, я на презентациях тоже часто говорю, что сейчас мир меняется, там роботизация, блокчейн-технологии. Но скажу с уверенностью, пока существует человечество, товары народного потребления высочайшего качества по демократичным ценам будут всегда пользоваться спросом. И для меня был, знаете, такой подтверждением. Я прочитал где-то статью, что Уоррен Баффет – это одни из богатейших инвесторов, одних из богатейших людей в мире. Он продает акции банков, авиакомпаний и вкладывается в такое производство, как Джилет, Кока-Кола. То есть то, что употребляет человечество. Поэтому я инвестирую в бизнес Атоми. Что мы инвестируем в бизнес Атоми? Время. Вот мы инвестируем время для чего? Для того, чтобы потом зарабатывать время. Смотрели фильм «Время»? Кто не смотрел, я рекомендую посмотреть. Там, знаете, где бедные люди быстро передвигаются для того, чтобы выжить, так как они ограничены временем. А у богатых людей много времени. Они не торопятся, они наслаждаются жизнью. И вот когда я начинал бизнес в Атоми, я не жалел сил и энергии. Каждый день я делал звонки, встречи, параллельно смотрел информацию, как на русском, так и на корейском языках. Регистрировал огромное количество людей. Свой список, чужой список. В общем, я не жалел сил для разбега. И у нас классная продукция, демократичные цены, глобальная платформа, продуманный маркетинг-план, нет обязательных платежей, вступительных взносов, масштабная инфраструктура. Работай и наслаждайся. Но почему бизнес не идет? Или не так, как хотелось? Тут, знаете, как можно ответить сжато, компактно и сказать, недостаточно намерений и действий. Но я попробую раскрыть тему. Пожалуйста, превратитесь в одно большое ухо и послушайте внимательно. Основа успеха компаний и дистрибьютора также заложена в философии компании, которая является неотъемлемой. Вот слово неотъемлемой, я прям подчеркиваю жирным шрифтом, неотъемлемой частью. Это, знаете, как камертон для меня, который настраивает на платформу деятельность каждый день. Это мой козырь, это мой ключ, это мой компас, о котором вы часто слышите на Академии Успеха. Первое – это вот заботиться о душе. Вот если в душе у тебя беспорядок и беспокойство, как бы ты хорошо не владел информацией, это как якорь будет тебя сдерживать. Сюда также можно, знаете, что отнести? Зависть, ненависть, гнев, слухи. И даже если ты не являешься распространителем слухов, но принимаешь, то ты также являешься соучастником. Забота о душе, она требует ежедневного настроя. У всех она может быть по-разному, там, медитации и так далее. Ну, мне в этом плане легче. Я просто каждый день прошу, как сказать, балансировки у Бога. Забота о душе, нужно ей учиться и учиться настраивать себя только на позитивное, что приносит тебе баланс и мир. Еще это забота о человеке, о партнере. Вот если у тебя потребительское отношение к своим партнерам, то говорить о высоких рангах тут очень сложно. О высоких рангах, о высоких чеках. Так как вы не становитесь единомышленниками, а сила у единомышленников увеличивается в кратном размере. И вот такой вопрос. Чем ты можешь пожертвовать ради своих лидеров? Задай себе этот вопрос и постарайся на него ответить. В чате отвечать не нужно. Сам себе просто ответь. Второе – это создавать видение. Тут, безусловно, нужно задать себе вопрос. Зачем мне атоми? И если нет ответа, то не будет и результата. Вот у нас есть классный такой инструмент жизненный сценарий, где я прописываю каждый месяц все свои хотелки и нищаки. И частенько я представляю, как это будет и когда это будет реализовано. Ну, что позволяет мне всегда быть, знаете, в ресурсном состоянии. И поэтому я с удовольствием просыпаюсь утром, и я знаю, зачем я проснулся. И каждый день утром перед сном я благодарю Бога за прожитый день. Ведь каждый день для меня, я понимаю, что каждый день меня продвигает к цели. Третье – следовать вере. Вот знаете, как в Библии есть четкое такое понятие, что без веры угодить Богу невозможно. Вот ты хоть что делай, но если у тебя нет веры, угодить невозможно. Если нет веры, реализовать невозможно. Да, безусловно, и есть и такое слово, что без веры, что вера без дел, она мертва. То есть действия, они, безусловно, нужны. И вот у меня есть вера. И я без сомнения верю в реализацию своих мечт. Несмотря на то, что возникают колебания, которые есть практически у всех. У всех есть колебания, какие-то, может быть, страхи, сомнения, может быть. Но вера преобладает больше. Я верю, что появится тысяча финансово свободных партнеров в команде. Это доллары и миллионеры. И вот, например, на сегодня я являюсь членом международного лидерского клуба, которые зарабатывают от 100 тысяч долларов в год. Но я верю, что в промежутке до 10 лет доход будет от 100 тысяч долларов ежемесячно. И такой доход будет и у моих партнеров. Это реально. Я верю, что эта сумма будет вносить лепту в улучшение окружающей среды. Но тут, знаете, очень важный момент. Начни с малого. Верен в малом, будет верен и во многом. Кто-то говорит, вот было бы у меня там, зарабатывал бы я 10 тысяч долларов, я бы помогал тому, этому, зарабатывал бы я 100 тысяч долларов, я бы там построил детский дом и так далее. Начни с малого. Верен в малом, будет верен и во многом. И четвертое. Служить смирении. Это строить бизнес, не ожидая помощи ни сверху, ни снизу. Если есть такая помощь, то путь весьма благодарен. Я просто анализирую себя, когда я начал этот проект. Я правда и не ожидал, что сверху будет какая-то помощь. Я правда не ожидал. Для меня это было просто приятным, очень приятным бонусом. Также служить смирении – это критично не реагировать на ситуации, такие как перебежка в другую структуру, задержка заказа, проблемы с сайтом, недостаточный ассортимент. Сейчас проблема с накладными, как выяснилось. Ошибочное мнение, что ты делаешь товароборот вышестоящим, что твоя команда, я даже не буду перечислять эти нехорошие прилагательные, наоборот, провозглашай каждый день, что у вас самая сильная команда, у вас самая благородная команда, самая сплоченная команда, самая динамично развивающая команда по всему миру. Вот, собственно, такой камертон настраивает меня каждый день и поднимает в бизнесе, в семье, с друзьями, с партнерами, с соседями, с моим окружением. Знаете, как это вот, это то, что проверено на мне. Ну, все мы люди, я думаю, что это работает практически у всех, потому что если посмотреть лекции по Хангиле, его основная часть лекции, она именно про это, она не про то, как про маркетинг, она именно про то, что вот этот настрой, вот твой душевный настрой, твой духовный настрой. Ну, вот, собственно, это и есть мои фишки. Я думаю, наверное, мы можем сейчас, знаете, можем сейчас позадавать вопросы. И знаете, как я, когда смотрел Академию успеха, топ-лидеров Южной Кореи, а топ-лидер Южной Кореи – это равносильно топ-лидеры всего мира. Причем, знаете, как неважно, хорошо человек выступил, плохо человек выступил, у меня всегда был инсайт. Ну, понятное дело, когда человек хорошо выступил, там тебе прямо залетела эта информация, но скажу, что мне больше залетала информация, то есть не информация, а инсайт, когда человек выступал плохо, и при этом он топ-лидер. И я понимал, что на самом деле тут успех кроется не в его каких-то ораторских способностях. И я больше уверен, что его успех, он как раз-таки заложен и кроется вот в этих философиях самой компании. Следовать вере, заботиться о душе, создавать видение и служить смирении. И поэтому я смотрел на их поведение, смотрел, как они разговаривают, как они отвечают. И какие-то, знаете, какие-то фишки я тырю, например. Как вот говорят, надо быть, тырить фишки у лидеров. Так вот, у вас есть такая тоже возможность задавать вопросы, и когда какой-то лидер делится своими фишками, просто их тырить. Тырить и приодевать, приспосабливать к себе. У меня на этом все, дорогие. Я не масток так долго-много говорить, но я постарался вам сказать именно ту выжимку, именно то, что мне позволяет добиваться успеха и быть чемпионом всегда и везде. Спасибо, Александр. Очень сильное выступление. Я думаю, тут есть что тырить. Напишите плюсик, как вам выступление Александра или какой-нибудь смайлик. А я хочу тут сделать, знаете, такое небольшое предостережение, когда речь идет о больших деньгах. Например, для меня большие деньги – это от 50 тысяч долларов ежемесячно и выше. У всех как бы по-разному. И когда речь идет о больших деньгах, тут нужно еще понимать, кому это можно говорить, чей мозг это может воспринять, а чей мозг это не может. Вот я вам пример приведу. Например, человек, он всю жизнь работал и зарабатывал 200 долларов. И когда вы ему говорите, что в Атоме можно зарабатывать, там есть топ-лидер, который зарабатывает 10 тысяч долларов, 50, 100 тысяч, 200 тысяч долларов. Что происходит? Его мозг, он сразу закрывается. Нельзя такие цифры им говорить. Он не может это переживать. Для него это все равносильно сделать глоток из пожарного шланга. Ну, невозможно. Тут надо, знаете, как дозировано говорить, что вот можно выйти на доход 500 долларов, 1000 долларов, до 2000 долларов максимум, максимум для тех, кто зарабатывает 200 долларов. Для тех, кто зарабатывает, например, 500 долларов, можно говорить то же самое, 1000, 2000, до 5000 долларов приблизительно. А сейчас я, знаете, как я могу сказать, что я сейчас пожинаю некие плоды от своей деятельности. То есть сейчас есть чек, есть что показать. И когда я встречаюсь с предпринимателями, я им говорю, что мой чек, это на самом деле в Корее, как кур нерезанных, таких шаронов, как собак нерезанных в Южной Корее. Там очень много людей, которые зарабатывают по 50, по 70 тысяч долларов. Есть люди, которые зарабатывают по 100, по 140 тысяч долларов. Но я это говорю тем предпринимателям, тем бизнесменам, чей мозг может это воспринять. Поэтому я бы не хотел, чтобы после нашей с вами встречи вы сразу побежали и говорили о таких больших числах. Сначала вы сами это переварите, сами на себе примерьте, сами согласитесь, договоритесь с собой, что вы это можете, что вы это заслужили, что вы чемпионы. Только потом можно транслировать тем, кто тоже готов это принять. Моя вчерашнее заявление, что мы соберем 100 человек, почти сбылось, 99, мы все молодцы. Если есть какие-то вопросы, члены лидерского клуба, пожалуйста, есть такая возможность? Да, душевный настрой – это очень важно. Для меня это вообще основа. Если я… Представьте, это везде так. Если человек не настроен, у него ничего не получится. Знаете-ка, я сейчас даже обратил такое внимание, вот когда я сейчас хожу на большой теннис, и когда я не настроен, у меня удары такие корявые. Но когда я настроен, у меня, знаете, как будто я там всю жизнь играю в теннис. Это очень важно на самом деле. Настрой. Рустам поднял трубку, ой, руку, как это сделать, чтобы он мог создать вопрос. Видите, Рустам хочет не писать, а вот прям в гладу на глаз, в лоб спросить или сказать. Нет, 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 ошибки нажал. Извиняюсь. А, хорошо, ага. Так, тогда почитаю, что в чате пишет. Маргарита пишет. Так, коротко и емко. Спасибо, Александр. Супер. Как всегда, полезно. Огонь. Шикарно. Каждое слово затырило. Спасибо. Как всегда, супер. Очень полезно. Сто процентов. Все правильно сказано. Спасибо за душевный настрой. Еще важна уверенность в компании. Александр, когда вы планируете дойти до Империала? Ну, согласно моему жизненному сценарию, это 2027 год. То есть у меня осталось 6 лет. 6 лет. И у меня прям расписано каждый год. И ближайшая моя планка – это вот ноябрь. квантовый скачок. Это стармастер. Готов выложиться. Потратить. Вопрос. Отельсию. Извиняюсь. Так. Себя настроить можно. А какими словами подбодрить команду? Какими словами подбодрить команду? Вы знаете, да, вот я, например, не считая себя, знаете, там, кого-то я могу сбодрить, кого-то там смотивировать. Ну, я больше склонен к тому, чтобы человек не мотивировался там эмоциями, а чтобы человек выработал себе привычку просто. Потому что мотивация, эмоция, она вот сейчас появилась, завтра ее может не быть. А вот если у вас появилась вот эта привычка, что, ну, жить комфортно, привычка быть благодарным, привычка быть довольным, привычка не жаловаться, вот тогда на самом деле легко работать. То есть, как это передать команде? Ну, я, например, я просто не знаю, как я мотивирую команду, но мое внутреннее ощущение, что я просто показываю им свою уверенность. Вот знаете, во мне столько уверенности, я как паровоз мчусь. Я мчусь как паровоз, и вот по этим рельсам Атоми, и, возможно, команда, видя, глядя на меня, тоже как вагончики прицепом и идут за мной, там, без каких-либо лишних слов. Говорят, расскажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню. Вот я показываю, как. Мне спроста вопросы про империал мастера, потому что с самого начала Александр назвал свою команду империал групп. То есть была цель не мастер продаж, не все ранги, а вот именно цель империал групп. Империал мастер, что очень показательно тоже для команды. Знаете, когда я называл свою команду империал групп, у меня, то есть надо мной есть еще высший стоящий куратор, Иван Леончук. Не знаю, он присутствует, нет? Вот. И Иван, когда называл, то есть я ему сказал, я называю команду свою, обозначаюсь империал групп. Он мне сказал, что в России есть команда бизнес-империя. Я знал уже эту команду, очень много у них роликов в Ютубе, и это огромная команда, и он мне сказал, тебе не надо называть империал групп, потому что уже есть бизнес-империя, куда тебе с ними тягаться. Но у меня было твердое намерение, и вот эти слова, наоборот, меня, они зацепили, и я просто, я не стал никому там доказывать, я просто сам себе сказал, я буду лучше, чем бизнес-империя. И это здорово, что есть в Атоме такая сильная команда. Это, знаете, как здоровый такой интерес. Меня не устраивает быть лучшим в комнате. Если ты самый лучший, ну часто слышишь, если ты самый лучший в комнате, то ты не в той комнате. Меня очень драйвит вообще команда Арман, правая ветка Владимира и Мики, что вы так растете, что вы развиваетесь, вы достигаете новых вершин, и меня это очень сильно драйвит. Я правда, знаете, у меня такая белая зависть, я радуюсь, я радуюсь, потому что у меня есть дело, у меня есть дело, куда расти. Виктория, да, вы тут, вижу вас, вы тут. Да, это классно, когда команды ветки друг друга мотивируют. Это, да, для меня это геймификация, для меня это игра. Интересно, как вы приглашали людей, что говорили, когда были еще не мастером? Ну, я считаю, мне в этом плане легко, потому что, видите, как я работал только с теплым окружением, я работал только вот со своим телефоном, так не видно, список. И мое окружение, оно знало, что я долгое время работаю в Южной Корее, что я предприниматель, и, наверное, им было легко слышать от меня такую информацию, что вот Александр развивает международную платформу, южнокорейский интернет-магазин. Поэтому в этом плане мне было легко. Да, безусловно, там не все прям сразу начали работать, там, наверное, я сделал список, и там было около 250-300 человек приблизительно у меня вышло, и 250-300 человек, 70, которые, ну, решили зарегистрироваться, и 70, там, ну, человек 7, да, это вот Вячеслав, Наталья Шин, Ирина, Кашгалиев, Нурлан, там, Юляша, ну, человек 7 приблизительно, которые приняли решение работать. Ну, я считаю, это очень хорошая конверсия, вот, и все они сейчас топ-лидеры Казахстана. Поэтому мне в этом плане, конечно, легче, да. Но зато, зато я не работаю по социальным сетям, поэтому кто умеет работать, у вас это такое неоспоримое преимущество. книжки такие, как говорится, в десяточку, все исходя из реального опыта в бизнесе. Всегда все по полочкам и точно, интересная подача зашло. с каждым днем убеждаешься, что нашла именно то, что хотела. Политика компании, настрой лидеров, механизм воздействия с партнерами, клиентами. Здорово. Знаете, как я, я только позавчера, два дня назад, прочитал жизнь сценария, так плохо видно, да? В общем, я прочитал и дошел до последней странички, где там дневник меня в будущем, где Пак Хангиль делится о своем будущем. Вы знаете, я когда прочитал вот эту статью его, вы просто не представляете, как у меня крылья выросли. То есть я, знаете, как нет роста совершенства. Я еще больше вырос, у меня еще больше появилось уверенности, у меня еще больше появилось энтузиазма, вовлеченности, что еще больше нагнал скорость этого паровоза. Кто еще не прочитал или у кого еще нет, обязательно приобретите новый именно жизнь сценарий и вот именно последняя страничка дневник меня в будущем. прям меня они очень сильно воодушевили. Александр, наш локомотив, идем всем хором вперед. У Александра доброе, большое сердце, команда это чувствует, идет за наставником. И также Умсунай нравится, как вы всегда говорите, делайте играючи. так, еще вопрос здесь есть про творчество. Александр, вы были творческим человеком или о томе раскрыл ваши таланты, когда увидела, что вы классно танцуете? сегодня. на самом деле поверьте, Александр Георгиевич лучше всех знает Александр Георгиевич. Я не творческий человек, я просто люблю петь, но не умею петь. Я считаю, что я люблю танцевать, но не умею танцевать. я вообще не творческий человек. Я просто люблю веселиться. Саша классно танцует Лизгинку на открытии Казахстана. Это прямо зажгло многих столько реакций. Про Лизгинку тоже вспомнили. Так, вопрос по статистике. Кто чаще у вас становился лидерами? Люди, которые сразу пришли на бизнес или сначала все-таки потребители влюбляются в продукт, а уже потом вы его мотивировали на бизнес? В моем случае есть люди, которые сразу пришли на бизнес и топили. А есть реальные, знаете, у меня есть, сейчас скажу вам, раз, два, три, четыре, пять кейса, которые как это бомба замедленного действия. Я думаю, многие такие партнеры есть. Вот, например, Вячеслав, мой братишка, он тоже ведь не сразу же включился. Только тогда, когда там у него пошли обороты и там на протяжении долгого времени, затяжного времени у него была такая длинная колпаса в его отстающей ветке, но потом он включился. Например, моя мама тоже, она не сразу включилась, буду выдавать посылки и на этом с меня хватит. Но нет же, она сейчас вовлеклась, она сейчас регистрирует, она сейчас на кого-то наезжает, если не понимают чего-то, простых элементарных вещей. И вот она сейчас тоже стала автоматически мастером продаж. Например, взять, у меня друг Ант Сергей, который тоже спал, спал, спал и проснулся на карантине и закрыл бриллиантового мастера. Или, например, взять Радик с Мариной, чемпионы мира по карате, которые тоже спали и которые говорили, что точно о томе это не поет, точно никогда в жизни, никогда не говори никогда, я не буду заниматься о томе. И сейчас они руководители центра и также бриллианты, мастера и ключевые партнеры. То есть люди, которые вообще год почти ничего не делали. Сейчас у меня проснулся один человек, знаете, я так радовался, так ликовал, когда мы с ним ужинали, он сам предприниматель московский, то есть в Питере, в Москве и в Алмате у него аптеки. И то же самое у него одна ветка большая, и вот мы с ним ужинали, он говорит, он взрослый человек уже 68-го года, такой солидный дядька, многие уже видели его, и он кушает и говорит, Саш, не знаю, что происходит, я ложусь, думаю об атоме, просыпаюсь, думаю об атоме. И сейчас он приводит людей навстречу. Я прям ликовал, то есть это такие, это бомба замедленного действия. Вот такие кейсы у меня есть, я уверен, что у многих они есть, поэтому никогда не теряйте надежды, что ваши люди, они, значит, когда-нибудь проснутся. я всегда так говорю, это знаете как, это не эмоции, дорогие, это закономерность. Если ты действуешь, если ты двигаешься по этой теме и ищешь лидеров, то не тебя, то есть не ты, так тебя кто-то найдет, это закономерность. Люди тебя сами найдут, просто делай, у всех своя скорость, свой ритм, потому что все мы выросли в разных обстоятельствах, в разных семьях, у всех разная скорость, разное окружение, но скажу одно точно, что если действовать по этой теме, однозначно, несомненно, безусловно, появятся люди, лидеры, которые будут выстраивать большую тебе организацию. Супер, мне нужно было услышать эти слова. Комментарь. Спасибо всем большое за поддержку. Александр, ты меня опередил, потому что я хотела спросить, какие пожелания есть для, возможно, новичков, партнеров, но вот уже прозвучало, да? Да, уже прозвучало. Спасибо, Александр, за время, за блестящее выступление. Желаем стать старым мастером, как можно скорее, и идти к империалу уверенным шагом. Все, на сегодня все. Спасибо всем, друзья. Встретимся в следующий раз. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok